Элинор Портер О внутренней жизни английского дома Если мы еще немножечко с вами раньше заглянем в историю То мы вспомним первые крестовые походы И тот момент, когда Венеция грабила Константинополь И вот эти несметные богатства в XIII веке куда-то надо было девать И вот такой план захват Англии и Голландии Это в интернете все это прекрасно можно прочитать Затем был захват Европы, Франции и США То есть эта олигархическая верхушка Венеции перемещается Ну как бы в современную нам Европу в XIII веке И она переносит с собой ведь не только богатство Но и вот образ жизни Закрытая, абсолютно закрытая жизнь Он был перенесен прежде всего в Англию Поэтому говорим, что про англичане, закрытая жизнь Это все привнесено И вот эта жизнь, ведь вас никогда не пустит дальше прихожей В крайнем случае гостиная Так, чтобы вам показали какую-то кладовую Или, например, как хранятся посуды Или где живет прислуга Ведь большая часть дома в Англии Она занимает именно прислугой, занята Вам никто никогда не покажет Но вот именно эта книга вам про это расскажет И когда вы погружаетесь вот в этот частный Вот в этот тайный мир Вы вдруг понимаете, о чем пишет Элеонора Потро Очень редко так бывает, когда одна книга Начинает провоцировать, начинает изменять отношение к другой книге Вот со мной так произошло Я прочитала эту книгу два раза Сначала на русском, затем на английском Я ходила на спектакль нашего театра Замечательный спектакль Одной из граней, конечно, он показывает только того, о чем хотел сказать Элеонор Потро Принято считать, что талант художника, писателя, человека творческого Он проявляется ими в том, что своим творчеством он как бы заглядывает немного в будущее Чуть-чуть вперед ведет Вот книга Полиана была написана в 1913 году Тогда еще не было никаких даже подвижек о том, чтобы Нет, в современном значении этого слова Чтобы люди занимались нейрофизиологией Она, предвосхищая открытие вот этой науки, она говорит о том, что мысль материальна Все знают историю 11-летней девочки, которая научила играть в игру, которая называлась «Счастье» И сделала весь город счастливым Что сделала Портер конкретно? Она, во-первых, дала методику Вначале она дала алгоритм Хочешь быть счастливым – будь им Ведь девочка, которая приезжает в крошечный город, абсолютно провинциальный Где же каждый житель знает друг друга Он немножко похож на наш город, правда он в разы меньше Эта девочка, она уже обладает таким как бы сакральным знанием Можно сказать, врожденным И она играет в эту потрясающую игру Находить во всем, что тебе встречается на пути неприятного Находить какие-то радости И тем делать свою жизнь счастливее В этой книге дан не только алгоритм Хочешь быть счастливым, будь им А здесь дан метод А как это делать? Но, когда мы видим, например, фильм 2008 года «Полиана» То нам такое создаётся впечатление, что это как раз самый близкий к сюжету фильм Мы видим те ландшафты, которые Портер прописывает Мы видим тот дом, который она прописывает Почему это происходит? Вот мы видим, что хотела написать писательницу И вот мы, например, в этом фильме видим То есть нам открывается нечто другое Не просто идея самого счастья, а что? И вот мы тогда возвращаемся к книге Билла Брайсона «Краткая история быта и частной жизни» И мы понимаем, что Эленор Портер нас впускает как бы в дом частный И причем она пускает наш дом через героиню, у которой нет оценки Она же ребёнок Она видит вот этот мир И она видит глазами ребёнка Сначала она в восхищении от того, какой этот дом Я не буду сейчас зачитывать Что «Полиана» шла по комнатам И она видела мягкие зелёные ковры, в которых утопают комнаты Кресла обеты бархатом, бесчисленные зеркала И она от восторга не могла представить, что наконец-то она будет жить в таком доме Ведь она, писательница, могла просто показать, что сказать Был очень богатый дом Но она начинает детально описывать интерьер, занавески, запахи этого дома Эта девочка попадает в дома совсем посторонних людей Её точно так же впускают в чужие спальни Куда никогда бы не пустили взрослого В чужие кабинеты, понимаете? Она открывает как бы потайные уголки чужих домов Для меня сначала эта книга была о счастье Но когда я прочитала Вилла Брайсона о частной жизни в частном доме Я поняла, что эта книга не только о счастье Это книга о том мире, в который нас никогда с вами не пустят И почему нам так интересно её читать и перечисывать? Да потому что мы постоянно открываем в этом мире что-то новое Я бы хотела пригласить всех читателей в отдел иностранной литературы Наши библиотеки Сейчас неплохие поступления туда идут И взять в руки вот эту книгу Элеонор Портер Палиана Даже те, кто был на спектакле нашего театра И влюбился в этот спектакль Берите эту книгу Тот, кто смотрел спектакль и что-то не понял Не до конца понял Возьмите книгу, вам станет очень многое понятно И взрослым, и детям Нужно читать такие книги Которые дарят людям не только счастье Но и ощущение чего-то нового в жизни Ведь у нас, как мы понимаем, не у всех есть сейчас возможность путешествовать А книга это большое